Пожалуйста, то, что ваша логика в том, что человек родился в какой-то стране, он автоматический убийца, вообще нормально, нет? Ты из какого тех пор, ты из каких пор вы можете... Знаете, на ваше мнение всем, мягко говоря, до луны, но... Но обзывать людей, которых ты не знаешь, их точку мнений и так далее, это очень низко. Понятно. Ну, в общем, это мое второе уже видео, отвечаю. Ну, хорошо. Ну, как вы думаете, как можно страну поднять на войну? Ну, вот так, представьте, что у вас страна. Живете-живете, и тут, значит, завтра война. Причем вас поставили уже постфактором, то есть уже идет война, да, уже войска введены на территорию чужого государства. Например, вы напали на Польшу. Как можно поднять вашу страну, нападать на Польшу? Или там на Аргентину, или там на Китай, ну, не знаю, на какую-то другую, на Казахстан, на Грузию. Ну, как? Как нужно сделать так, чтобы все шурупики заработали? Детские садики сказали, да, согласны, школы согласны, госпиталя согласны, консерватории согласны, учебные заведения всех-всех-всех наивысших инстанций согласны, Академии искусства, не знаю, науки, медицины согласны, Первый канал согласны, Серов, там, не знаю, кто там у вас, стрелки, белки, жемчужины, какие у вас там певицы согласны, не знаю, там, всякие актеры, типа Машкова, не знаю, Прилучного согласны, Ваши одноклассники согласны. Как это все сделать? Вы же понимаете, что просто так страна ни на кого не будет нападать. Это как-то нужно все это прозомбировать, чтобы вся семья, вся страна, знаете, поставили туда галочку. Да, да, у вас все поставили галочку. Молчаливо, испуганно, под нажатием, или там промыли мозги. Ну, галочка каждой семьи в России стоит. В данном случае пострадает Украина, но кто его знает, если Россия не распадется, завтра это будет Грузия, послезавтра это будет Казахстан. У вас уже, понимаете, у вас выработан рефлекс ФАС. Меняется президент, он стареет, 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 умирает, а потом приходит новый такой же рабовладелец. И он все, что ему надо сделать, ему надо сказать ФАС, и все. У вас нету желания противостоять вашему рабовладельцу. У вас нету никаких майданов, у вас никогда их не будет.